Слово «Луна» Слово «Луна» вообще-то это прославянская форма «Луна». Но, возможно, потом и на латинском языке появилось слово «Луна». Но греки «Луну» называют по-другому, «Селеной». Поэтому все лунные исследования называются селенодезическими исследованиями. А ученые, занимающие Луной, называются не лунатиками, конечно, а селенодезистами. Ну, что касается египтян, то они Луну обозначали как «ях» или «ях». И что касается турков, то «Луна» по-турецки – «ай». А перевод здесь с первоначального слова «Луна» – «светлый». Ну, понятно, потому что Луна имеет светлый диск. Но Луна представляла большой интерес в течение всей истории человечества. Но самое первое известное из исторических документов изображение Луны появилось в Ирландии. На неком надгробном памятнике было нарисовано изображение Луны. И возраст этого памятника – 5000 лет. Следующее изображение, как говорят историки, принадлежит Леонардо да Винчи. Вот его рукопись, выдержка, где он попытался тоже дать в 1505 году изображение поверхности Луны. Ну, конечно, настоящие серьезные исследования были связаны с телескопом. Ну, как вы помните, возможно, Галилеев в 1609 году построил телескоп. Вот его изображение, как вы видите, телескоп очень маленький, диаметром всего в несколько сантиметров. Но, строго говоря, вообще телескоп первый построил не Галилей, а Лепершей, голландский оптик, который сделал подзорную трубу, ну, примерно такого же диаметра. Но он не догадался эту подзорную трубу направить на небо. Он изучал земный объект. А вот Галилей, создав свой телескоп, направил его на небо и открыл чрезвычайно много интересных фактов. Открыл спутники Юпитера и так далее. Я об этом говорить не буду, так это в курсе истории астрономии у меня будет более подробно. Но самое главное, он навел на Луну. И впервые показал, так, нарисовал половину диска Луны. Справа я специально показываю современные изображения этого диска Луны. Вот выдержка из его книжки, где излагается как раз Луна. Вот все его здесь соображения приведены. Но если сравните то, что он рисовал и то, что на самом деле, то, конечно, большое сходство. Так, главный вывод, что Луна не является абсолютным шаром, как считал Аристотель и древние греки, так, а имеет очень изрытую поверхность, так, имеются горы, имеются провалы, ямы, мы сейчас называем их кратерами и так далее. Он даже попытался оценить высоту некоторых гор. Но более серьезные исследования появились после того, как родилась экспериментальная астрономия. Экспериментальная астрономия – это та наука или та часть астрономии, которая занимается активным экспериментом. То есть, если мы хотим изучить Луну, то, конечно же, желательно запускать космические аппараты или делающие очень близко к Луне, а еще лучше, конечно, космический аппарат посадить на поверхность Луны. Ну, вот здесь я очень кратко перечислил. Так, проект, самый значимый проект Пионер, ну, конечно же, большую заслугу выследования Луны – это наши отечественные советские спутники или лунники их называют. Луна с 1 по 24, здесь 23, но вообще 24 было. Ну и, конечно, грандиозный проект, реализованный в 1969 году, так, это проект Аполлон. Когда американцы сумели посадить модуль на поверхность Луны, выйти, двое космонавтов вышли, изучали Луну непосредственно. Вот здесь дано изображение одного. Это, я думаю, Нейл Амстронг, так, он поставил флаг. Ну, кстати, к чести американцев надо сказать, что они взяли с собой и советский флаг. Так, они поставили его, потом забрали, привезли, подарили правительству Советского Союза. И сейчас этот флаг, советский флаг, побывавший на поверхности Луны, находится в музее космонавтики в Москве. Так, это, конечно, был грандиозный проект, и можно читать отдельную лекцию. Так, что касается советских исследований, то я сказал уже, что было запустино 24 космических корабля. Часть из этих кораблей просто были орбитальными вокруг Луны. Часть космических модулей были посажены на поверхность Луны. Так, ну вот первый космический аппарат был запущен в 1959 году, раньше, чем американцы. Так, она, этот спутник просто прошел на расстоянии 6000 километров и не сажался на поверхность Луны. Такой задачи не было. Вот уже Луна-2 или Лунник, так, запущенный в 1950 году, уже осуществил контакт с Луной. Какое основное достижение? Что у Луны нет магнитного поля. Это чрезвычайно важно, так, для геологии очень важно знать, есть ли у небесного объекта железное ядро. Если есть железное ядро, как у Земли, то должно быть магнитное поле. У Луны такого, во всяком случае, мощного железного ядра нет. И поэтому магнитного поля у Луны нет. Это очень важно с точки зрения геологических фактов. Следующий запуск Луна-3 попыталась получить изображение обратной стороны Луны. Ну, вы хорошо знаете, что Луна обращена по ряду причин только одной поверхностью, поэтому с Земли мы никогда бы не увидели обратную сторону Луны. Но вот Лунник-3, значит, облетал и получил эту фотографию. Ну, это первая фотография в истории человечества обратной стороны Луны. Ну, качество, конечно, желает быть помного лучше. Так? Поэтому вот я показываю другой снимок, получен американцами во время полета Аполлона. Значит, Аполлон летал вокруг Луны, и они подобрали такое положение на орбите, чтобы была видна видимая сторона, видимая из Земли, и невидимая сторона. И вот изображение получено двух сторон, видимой и невидимой, вот на этом снимке. Ну, сразу же можете обратить внимание, что строение той стороны и строение близкой к нам стороны совершенно различны. Здесь громад набили кратеров по сравнению с поверхностью видимой. Ну, причина вообще-то достаточно ясная, потому что все эти кратеры, как я ниже скажу, они образуются в результате ударов с большими или маленькими астероидами. А поскольку внешняя сторона Луны обращена к космосу, так, где больше летает астероидов, и поэтому та сторона, конечно, бомбардировалась намного чаще. Так, хорошо, двигаемся дальше. Ну, еще раз возвращаясь к эксперименту Аполлон, значит, всего было 6 экспедиций вот в этом интервале, 69-72 год. Так, на Луне было, простите, 9 экспедиций, а 6 из них завершались посадкой модуля и выходом астронавтов на поверхность Земли. Так, ну вот здесь показаны как раз места прелунения нашего спутника Луны. 1, 2, там 17, 20 и так далее. И место посадки Аполло. Так, вот несколько таких точек. Обратите внимание, что место посадки преимущественно выбирали в районе темных областей. Это моря, так называемые. Так, двигаемся дальше. Ну, первый человек был Нель Армстронг. Я считаю, нужно все-таки показать портрет этого человека. А последний в 1972 году был Джин Керман. Так, и на этом проекты закончились. После того, как завершилась программа Аполлон, и у американцев, и у России, у Советского Союза, интерес к Луне пропал. И в течение нескольких десятилетий, буквально до недавнего времени, ни американцы Луну не исследовали, они предпочитали посылать космические корабли на другие планеты. Так, ни в России, ни в Советском Союзе Луну уже не исследовали такими космическими аппаратами. И только в последние годы интерес пробудился. Я об этом скажу. Так, по каким причинам. Так, и американцы, и наши российские ученые теперь составили программу освоения Луны. Но причины такого интереса, вдруг появившегося после 40 лет забвения, так, я ниже покажу. Ну, такие краткие характеристики. Диаметр Луны 3,5 тысячи километров. Вспоминайте, значит, радиус 1700. Вспоминайте, чему равен радиус Земли 6300. Значит, Луна почти что в 4 раза по размерам уступает Земле. Период обращения вокруг Земли 27,3 дня. А Земля вращается вокруг Солнца за 365 дней. Температура на поверхности меняется в больших пределах. 123 градуса и минус 233. Освещенное Солнцем нагревается до 123, а та часть, которая не освещается, быстро остывает до 233 с минусом. Ну, среднее расстояние 384 и 384 тысячи. Это среднее расстояние. На самом деле орбита эллиптичная. Так? И расстояние меняется от 380 до 400 с лишним километров. Мало того, забегая вперед, Луна вообще-то удаляется от Земли. Так, по ряду причин. Так, на несколько сантиметров орбита ее увеличивается. И вообще через несколько миллионов, а может быть и миллиард лет, Луна вообще исчезнет как естественный спутник Земли. Я обращаю вам ваше внимание на ускорение силы тяжести. 162 сантиметра в секунду за секунду. Вспоминайте ускорение силы тяжести на Земле. В 6 раз больше. 9,8 метров в секунду. Так, поэтому совершенно ясно, что вес человека на Луне будет в 6 раз меньше. Его поведение на поверхности Луны будет, конечно, немножко странновато с точки зрения обычного наблюдателя. Ну вот, я здесь показываю картиночку. Так, если на Земле я, скажем, вешу 100 килограмм, то будучи на Луне, я буду весить всего 17 килограмм. Так? Ну вот, небольшой мульти покажу вам. Я надеюсь, вы увидите, как вел себя астронавт, так, высшедший на поверхность Земли. Смотрите, как он, вот он специально прыгает. Это Нейль Армстонг, это второй. Видите, совершенно другое поведение его по сравнению с тем, как это осуществляется на Земле. Так, хорошо. Так, пытаюсь восстановить. Ага, восстановил. Так. Ну, теперь давайте перейдем к рассмотрению поверхности. Ну вот, после того, как были осуществлены первые фотографии, появился первый в истории глобус Луны с поверхностью обозначенной. И дальней стороны Луны. Вот, этот глобус был получен в 1959 году. Мы его храним. Но если я поверну этот лунный глобус, вы увидите здесь сектор, где ничего не нарисовано. Просто в то время, так, тот лунник, который получал изображение, вот этот сектор не мог зафотографировать. Это первый вот такой глобус, буквально появившийся после того, как получились первые фотографии и оборотные стороны Луны. Ну, здесь сразу же видно, и Галилей заметил это, и Леонардо да Винчи заметил, что есть темные области и есть светлые области. Темные области, по недоразумению, назвали морями. Причем назвал не Леонардо да Винчи, не Галилей, а это намного раньше, в 1600 году. Те люди, которые исследовали Луну, ее поверхность, ну, сделали такое наивное предположение, что это действительно водное пространство, поэтому они темноватые выглядят и так далее. Это слово моря осталось, хотя на самом деле никакого отношения к морям, как мы понимаем, не имеет мест, так, отношения. А вот то, что светлые, но и предполагали, что континенты по аналогии с континентами на нашей поверхности, так. Ну, теперь все эти, конечно, образования имеют строгое астрономическое наименование, так. Никаких вольностей при обозначении астрономических объектов не осуществляется. Есть специальная комиссия, которая проводит работу по номенклатуре астрономических объектов. Как их называть? Не так просто назвать. Поэтому, если где-то на каком-то юбилее кому-то говорят, вот я подарила вам звезду или подарила вам звезду, относитесь к этому очень скептически. Это просто шарлатаны, какие-то фирмы зарабатывают деньги. Так, никакого права давать наименование объекту, так, они не имеют. Это вы имеете в виду. Так. Ну, давайте немножко рассмотрим каждый объект. Итак, при рассмотрении тщательным мы выделяем материки, так, светлые области, неровные, гористые, моря, все я в кавычках беру, естественно, это темные области. Потом мы обнаружим кратеры, они в основном ударного происхождения, ну, есть кратеры вулканического происхождения, так, но их очень мало, потому что Луна уже остывает, так, и трещины. Вот четыре таких характерные особенности. Если посмотреть на рельеф Луны, то есть определить высоты, так, вот в цветном виде, вот топография, глубина минус 6 километров, это вот такой темно-синий цвет, превышение примерно 6-5 километров красный цвет. И опять обратите внимание, дальняя сторона Луны и ближняя сторона Луны по рельефу опять-таки разные. Здесь более-менее ровная, а здесь, смотрите, на 5-6 километров целая область выше среднего уровня поверхности Луны. Это был получен совсем недавно с помощью космического аппарата Lunar Reconciences Arbiter, L.A.O. обозначается он. Моря. Так, я, наверное, прочитаю, потому что мне студент, который сидит сзади, говорит, а мы не видим, что написано, поэтому я кое-что буду читать. Морские области распределены неравномерно. На видимой земле полушарий они занимают 31% площади, а на обратной стороне 3%. В среднем моря лежат на 3 километра ниже среднего уровня поверхности. Очень важно море спокойствия. Кстати, в этом море спокойствия приземлились астронавты первые. Это площадь моря спокойствия. Вот оно изображено. Это снимок. Ну, там трудно будет найти мне или время потеряю. Вот оно расположено здесь. Вот именно здесь и прилунились Нель Амстрок и его коллега 20 июля 1969 года. Получилось так, что я имел превосходную возможность смотреть этот прямой фильм в 1969 году. Я не знаю, в Советском Союзе его показывали, так или нет, но я был в это время за границей и как раз наблюдал процесс выхода. Все это в прямом эфире по телевидению показывали. Выхода космонавта, как он себя вел и так далее. И вот вам такая небольшая задачка. Я смотрел на этот фильм, а у Нели Армстронга на файле был какой-то прибор. Я не знаю, маленький. Ну, в общем, что-то там болталось. Я не могу сказать вам точно, что было. И вот когда он по лестнице спускался, он задел этот фал, и он начал качаться. Я сразу посмотрел на часы, взял карандаш и вычислил ускорение силы тяжести на Луне. Как я сделал? Через период математического маятника. Правильно. Я использовал формулу. Период есть. 2π корень квадратный из отношения длины маятника. И получил цифру, ну, конечно, очень грубо, потому что, ну, взял я примерно метр длину этого маятника, так, но по часам период там точно тоже, там, с точностью до секунды можно было принять. Ну, примерно цифра получилась у меня 6. Ну, хорошо. Это я немножко отвлекся, чтобы вас немножко развлечь. Из чего же состоят моря? Вот они состоят из твердой породы. Вообще, перед полетом на Луну среди ученых была дискуссия. Американцы говорили, что поверхность Луны это вещество, похожее на порох. Ну, такой очень, очень мелкая пыль. А Королев, наш известный исследователь, утверждал, что поверхность твердая. И действительно поверхность Луны твердая, состоящая из так называемых базальтов. Вот я вам изображение куска базальта. Это, правда, не с Луны, хотя с Луны привезли всего и наши луноходы, и американцы 400 килограмм лунного вещества. И, конечно, в течение вот этого периода, 40 лет, это все исследовано, определен химсостав и так далее. Вот такой базальт, он расположен, он покрывает дно мирового океана. Так. Так. Что касается вулканического происхождения, то некоторые области образовали за счет вулканов. Когда Луна была молодая, так, еще не сформировалась, вот как тело, существующее в настоящее время, то были многочисленные вулканы. Вулканы. Есть ли вулканы на Луне сейчас? Есть. Вот, в частности, недавно обнаружили вулкан, так, но его возраст, правда, 800 миллионов лет. Считайте, это очень молодой вулкан, так. Ну, конечно, никакого выброса лавы не наблюдалось, так. Уже за 800 лет этот вулкан уже тихонечку остыл, но во всяком случае, свидетельство того, что 800 миллионов лет, так, было образование особенностей на поверхности в результате вулканической деятельности. Материки. Это светлые области, которые, они занимают 80% всей поверхности, так. Они распространены на обратной стороне Луны и доминируют в южной части, в северных широтах и в восточной части видим полушария. Над предлагающими равнинами материки в среднем выше на 2 километра. Итак, что у нас получается? Моря опущены аж до 3 километров, так, ниже среднего уровня, а материки, вот здесь кратер, кстати, показан, материки расположены примерно на 2 километра выше. Двигаемся дальше. Трещины. На поверхности Луны есть чудовищные трещины. С Земли их наблюдать очень трудно. Разрешающая способность телескопа не позволяет вот такие ширины определить, так. А вот с помощью космических аппаратов установили, что Землина, простите, Луна, испрещена такими трещинами. Причем очень странно, эти трещины почему-то располагаются вдоль меридиана. Не хаотически, а преимущественно вдоль меридиана у Луны. Ну, меридианная плоскость, проходящаяся с северный и южный полюс Луны. Так. Ну, теоретики, конечно, дали объяснение. Во-первых, почему получаются такие трещины. Это результат, если хотите знать, просто результат лунотрясения. возникает вопрос, а почему у Луны возникает лунотрясение. Ну, что касается землетрясения, здесь теория хорошо разработана, а для Луны, конечно, меньше степени. Но, тем не менее, Луна родилась, как горячий объект. В центре Луны было горячее ядро. За 4,5 миллиарда лет это возраст Луны. Луна потихонечку остывает. Она остывает и сейчас. И центральная часть остывает. И то вещество, которое находится внутри подкоркой Луны, при остывании, как вы знаете, вещество сжимается, Луна как бы становится меньше, старается быть меньше. И поэтому происходит разламывание верхней коры и образование вот таких мощных трещин. Почему вдоль меридианы эти трещины располагают? Тоже понятно. Это влияние так называемых приливных сил. Мы на прошлой лекции очень много говорили насчет приливов, которые Луна вызывает у Земли, но и Земля тоже действует приливными силами на Луну. И поэтому фактически Луна, которая, строго говоря, не является шаром, это тоже довольно сложная фигура. Вот здесь шар нарисован, и на самом деле Луна имеет форму тоже эллипсоида, и причем эта большая полуось эллипсоида направлена в сторону Луны. И вот трещины появляются за счет приливной силы, вызванной Землею, таким образом, что они, эти трещины, располагаются вдоль меридиана. Кратеры. Я уже говорил, кратеры являются ударными. На 90 с лишним процентов кратеры имеют ударное происхождение, не вулканическое происхождение, как на Земле, а ударное. Ну, кстати, на Земле тоже такие кратеры есть ударного происхождения, так они называются астроблемами. Примерно 70 кратеров на Земле обнаружено, но самый большой кратер это в районе Мексиканского залива, там есть полуостров Чуксулап, так, и диаметр этого кратера 200 километров. И когда начали анализировать химический состав вещества, находясь в центре кратера, обнаружили, что химический состав совершенно не такой, как на Земле. Там обнаружили некий элемент иридии. И поэтому возникла гипотеза, что этот кратер образовался в результате сооткновения с грандиозным астероидом, который упал в районе Мексиканского залива. Он поднял громадную пыль в результате вращения Земли. Эта пыль обовлакла всю Землю. Лучи Солнца не могли пробить. Появилась так называемая зима. и тепловлюбивые животные наподобие динозавров моментально вымерли. Была такая проблема, почему динозавры вымерли в исторический короткий срок. Так вот, одна из гипотез такая, что было такое столкновение с большим метеоритом, или точнее астероидом. Ну хорошо, возвращаемся. Все кратеры образовались, конечно, когда Луна была еще очень молодой. Когда попадание на поверхность Луны еще не было сформировано, как твердое тело. И поэтому эти кратеры, эти удары, конечно, создавали кратеры. Если такие явления в настоящее время, наблюдать результаты удара астероида поверхности Луны чрезвычайно трудно, потому что вспышечка, которая при этом произойдет, она слабенькая, тем более мы смотрим на в основном на видимую сторону Луны, она светлая, и обнаружить такую вспышку невозможно. Но вот я здесь привожу пример, что в 2013 году астероид размером с небольшую глыбу упал в море дождей, и взрыв сопровождался вспышкой, которая была примерно в 10 раз ярче, чем все другие. И ее хорошо было наблюдать. А вот если ухитриться, наблюдать область темную, не светлую, где попадание астероида будет плохо видно на светлом фоне, а если внимательно следить ночами, следить за темной стороной, когда у Луны определенная фаза, то есть надежда, что вы такие вспышечки увидите. Вот здесь показано несколько вспышек на темной стороне Луны. Это результат падения астероидов на Луну в настоящее время. Эти вспышки вы хорошо видите. Здесь показана схема образования. Астероид пробивает кору, происходит взрыв, и в результате через некоторое время образуется такое образование с валом, и все это мы называем кратерами. Казанские астрономы являются одними, а может быть даже единственными лидерами в России, которые очень подробно занимаются Луной. Еще начиная с Дмитрия Ивановича Дубяга, вот портрет за вашей спиной, он был ректором Казанского университета, заведующим нашей кафедры, работал в этом здании. Он начал наблюдение систематические наблюдения Луны. И вот с 1880 года примерно по настоящее время в Загородной обсерватории проводятся такие наблюдения. Самый длинный ряд непрерывных наблюдений. Поэтому когда были открыты какие-то кратеры, то, конечно, приоритет казанских астрономов был признан, и 11 кратеров были названы в честь наших ученых. Я не могу показывать здесь 11 кратеров, но взял только для примера. Ну вот слева наверху кратер в честь нашего ректора Лобачевского. Этот кратер Литров в честь нашего первого заведующего кафедры Литрова. Ингельгард в честь Ингельгарда основателя Загородной обсерватории имени Ингельгарда, который расположен в 30 километрах. Нефедев это припоследний директор Загородной обсерватории. Нефедев ну там еще ряд наших отечественных есть Ковальский вот портрет Ковальского. Так что приоритет и значимость казанских астрономов зафиксированы на небесных объектах. Ну и в заключении что касается кратеров самый большой кратер это Бейли кратер Бейли я его не показываю так его диаметр составляет 300 километров он расположен на обратной стороне Луны. Это самый большой кратер 300 километров ну представьте какое расстояние ну почти половина расстояния от Казани до Москвы почти. Атмосфера ну тот факт что небо черное уже сразу говорит что атмосферы нет. И действительно Луна имеет малую массу если даже атмосфера была частицы атмосферы приобретая скорость больше чем второе космическое потихонечку удалялись даже если была атмосфера в конце концов она улетучилась. Но какие-то признаки тонкой атмосферы есть. После того как астронавты и наши космические корабли исследовали Луну то все-таки незначительный атмосферный слой он конечно не влияет на видимость никакой здесь окраски нет. Но тем не менее он есть. Вот если собрать все вещество лунной атмосферы то мы получим всего 10 тысяч грамм. 10 тысяч грамм или 10 тонн. Сравните с землей масса атмосферы 10 21 грамм. То есть атмосфера есть но она чрезвычайно малая и химический состав ее тоже известен. Так водорода молекула водорода 22 процента аргон неон гелий 4 это обычный гелий 25 процентов. То есть атмосфера есть но никакого влияния на наблюдение луны конечно же она не оказывает. Ну а внутреннее строение два слова скажу. Я уже сказал что луна интересный объект. Если у многих планет у ряда планет есть массивное железное ядро соответствующим магнитным полем то луны ядро железное очень очень маленькое это объясняет отсутствие магнитного поля имеется кора толщиной примерно в 100 километров имеется дальше литосфера протяженность примерно 1600 километров жидкая мантия и железное ядро еще раз повторяю ядро имеет очень маленькую массу от 2 до 4 процентов массы луны геологи очень интересуются луной потому что они сравнивают строение земли и строение луны и делают выводы о том как эволюционировали эти два объекта хорошо двигаемся дальше переходим к вращению луны значит вот здесь я показываю слайд где очень так приближенно не все детали здесь отражены вот это плоскость эклиптики ну вы знаете это главная плоскость нашей астрономии так это плоскость в которой движется солнце так на самом деле движется земля вокруг солнца так плоскость эклиптики так если взять землю земля вращается как вы теперь из предыдущей лекции знаете под углом плоскости эклиптики вот этот угол 66 градусов с половиной так и если нарисовать экватор то он проходит вот таким образом а где же орбита луны орбита луны не располагается строго в плоскости эклиптики ну и конечно не в плоскости экватора она наклонена вот здесь уголок показан 5 градусов или вот здесь это средняя цифра на самом деле эта цифра гуляет в результате возмущения мы немножко об этом будем говорить ну и что еще интересно луна как мы узнаем несмотря на то что она всегда обращена к нам на самом деле она вращается так луна вращается вдоль оси которая наклонена под углом примерно полтора градуса если брать по отношению к направлению на полюс эклиптики вот полюс эклиптики я его переношу сюда то есть имеется некий угол наклона так хорошо каковы следствия из этого рисуночка вот давайте я вам покажу на полторы минуты фильм вы внимательно смотрите я хочу вам объяснить этим фильмом почему луна обращена к нам всегда одной и той же стороной в механике это называется резонанс один к одному так когда период обращения вокруг центрального тела совпадает с периодом осевого вращения этого объекта есть в астрономии резонансы два к трём когда период суточного обращения равняется двум третям орбитальному вращению ну давайте мы все-таки посмотрим этот фильм если удастся и пожалуйста внимательно смотрите здесь три примера проведено так начинается каприза нет слава богу так значит здесь считается что луна не вращается вокруг своей оси как твёрдый шарик не вращающийся вокруг своей оси без суточного движения значит в результате мы видим если вы внимательно смотрели так все стороны луны так теперь заставим луну вращаться вокруг своей оси с произвольной скоростью так в этом случае результат не такой как из наблюдения то есть мы также видим разность стороны а теперь вот наш случай смотрите вот красная сторона всегда обращена в сторону луны это видимая сторона вот это наш случай когда имеется синхронные движения так насколько большая скорость у этого вращения так это будет в том случае если орбитальная скорость и скорость вращения вокруг своей оси точности совпадают резонанс один к одному ну еще там немножечко осталось давайте мы досмотрим поскольку картинка так довольно интересная ну теперь с учетом излучения от солнца так вот мы видим разные фазы об этом я тоже буду говорить это полная луна ну пожалуй все итак первая особенность вращения луны что ее орбитальная скорость и скорость обращения вокруг своей оси так ну точнее периоды обращения вокруг земли и период суточного обращения в точности совпадают это очень интересный случай так двигаемся дальше ну я не надеялся что у меня фильм получится я здесь статичную картиночку нарисовал так ну еще раз повторяю что луна вращается вокруг своей оси причем период обращения точности такой же как этот период этот период кстати 27 и 32 сотых суток ну спросите почему так произошло почему период обращения луны так вокруг своей оси совпал со значением орбитальной скорости ну теоретики механики конечно этим вопросом занимались и они показали что опять это результат приливного взаимодействия опять-таки луна не строго шар так та область которая направлена к земле примерно на 1,8 километра больше чем скажем полярный радиус а раз луна эллипсоид пусть небольшой степени сжатия ну 2 километра это величина маленькая по сравнению с радиусом но тем не менее приливные силы воздействуют и в конце концов за счет приливных сил если луна имела раньше скорость совсем не обязательно равны период совершенно не обязательно равны периоду орбитального то вот эти приливные силы в конце концов заставили луну вращаться именно с такой скоростью с таким периодом как значит в настоящее время да хорошо это первая интересная особенность следующая особенность о которой вы хорошо знаете поскольку луну наблюдали конечно это так называемые фазы луны если смотреть луну в течение какого-то промежутка времени так хорошо пошло так ну вот здесь вы практически луну не видите так чего-то ага вот теперь появился серпик с правой стороны но мы договорились что у нас справа запад восток слева да всегда выражаться так будем значит появился серпик с восточной стороны в течение какого-то промежутка времени луна достигнет своей максимальной яркости то есть будет виден диск весь а через некоторое время через пол периода который называется синодическим сейчас я четко определю что это такое так луна будет исчезать на самом деле она не исчезает конечно просто ее становится видно очень плохо по сравнению с когда луна в полной фазе так но я не уверен что вы кто-нибудь напрямую наблюдали луну наверное наблюдали луну когда она вот в такой фазе практически не видно на самом деле все-таки видно луна так с чем это связано вы не знаете все-таки луна освещается совершенно верно тот свет который падает от солнца на землю земля как зеркало ну конечно плохое зеркало да как говорят очень низко альбедо все-таки отражает это излучение это излучение падает вот на вроде бы невидимый диск луны поэтому луна становится немножко такой желто-оранжевый так хорошо я очень беспокоился за этот фильм итак рассматриваем фазы ну опять-таки показываю картинку не надеясь на то что фильм пойдет значит справа у нас солнце земля вот орбита луны и солнце освещает луну при разных положениях на орбите так когда луна расположена точно между землей и солнцем луну не видно простите луну видно так эта фаза называется новая луна через четверть периода вы будете видеть половину диска так через пол периода обращения вы видите полный диск это называется позиция кстати это называется квадратуры вторая квадратура через три четверти периода и так далее то есть луна показывает нам не разные стороны а показывает часть своего диска в зависимости от того какое относительно положение земля луна на орбите и солнце ну ученые должны определить ну как определить математически эту фазу ну все договорились фазу определить определять таким образом вот вот эта линия разграничения называется терминатором а вот это крайнее лимбом и поэтому договорились брать вот это расстояние максимальная яркую область и поделить на диаметр вот это D делим на диаметр и получается у нас какая-то цифра и говорят фаза там скажем 0,5 или фаза 0,4 вот 0 фаза так так фаза единица полная освещенная фаза половинка естественно половина диска ну и промежуточное положение это просто математически чтобы описывать фазы луны на языке математики вот это я хотел дать вам как задачку но опыт показывает что вы к задачам как-то равнодушно относитесь так ну кстати это отразится у вас на ваших баллах вот я здесь составил табличку фаза луны время видимости и в какой стороне небо видна луна вот давайте возьмем фазу фи равной нулю это новолуние новая луна так когда новая луна или скажем давайте сперва с полнолуния начнем вот полнолуния да полный диск луны когда полный диск луны будет виден я утверждаю что всю ночь почему да потому что солнце под горизонтом это ночь солнце освещает луну расположен на 180 градусов и будет полнолуние так и естественно луна будет всю ночь наблюдаться вот солнце зашло луна появилась солнце зашло на западе полная луна появилась потом солнце окончательно заходит под горизонт луна поднимается поднимается и она будет видна до того момента пока солнце на востоке не взойдет поэтому будет всю ночь ну вы на досуге посмотрите почему здесь скажем в первой четверти луна видна вечером в первую половину ночи сообразите вот здесь я вам задачку дал пример я показал вам на примере полнолуния а дальше вы сами будете соображать уже без моих комментариев периоды значит многое явление связано с периодами ну во первых у нас есть период обращения луны по орбите вокруг земли этот период как мы его назвали раньше для планет так же это для луны сидерический период от слова сидерал звездный сидерический период он равняется 27,32 суток то есть если вы сегодня луну зафиксировали в каком-то созвездии а потом луна будет смещаться с этого созвездия и через некоторое время а точнее через 27,32 суток луна вернется в это же созвездие это будет сидерический период его легко определить по наблюдениям теперь мы знаем что у нас фазы меняются так то луна полная через некоторое время опять становится полной так в определенной фазе этот период тоже можно определить он будет называться синодическим помните у нас понятие синодический период для планет был это период повторения одноименных фаз простите одноименных конфигураций да а применитель к луне синодический период это период повторения одноименных фаз луны смотрите не равны. 27,32, а здесь 29,53. Почему-то эти оба периода не равны. Ну и, наконец, суточный период. А поскольку движение у нас вращение Земли, Луны, простите, синхронное, то период, конечно, будет равняться 27,32. Сутки там длятся 27,32 суток. Вопрос возникает, а почему вот эти два периода различны? Ну вот я показываю вам следующую картиночку, она, по-моему, все объясняет. Значит, вот возьмем положение 1. Допустим, это полная Луна, то есть Солнце, Земля, Луна находится на одной линии, и Солнце полностью освещает вот эту половину диска. Итак, полная Луна. Так. Давайте я теперь возьму время 27,32 суток, то есть сидерический период. Земля, естественно, за это время переместится сюда. Так. А Луна при своем вращении, так, должна быть направлена на то же созвездие. Вот у меня направление, я ведь прошел 27,32 суток, это сидерический период. Луна должна быть в том же самом созвездии, поэтому я рисую вот эту линию и положение Луны вот на линии параллельной этой. Но фаза-то здесь неполная. Здесь я стартовал с полной фазы, и Луна была в каком-то созвездии. Прошло 27,32 суток, это сидерический период. Так. Так. Земля переместилась на вот эту дугу. Так. А Луна должна быть в том же самом созвездии, то есть направлении параллельном. Но фаза-то неполная. А для сидерического, простите, для синодического периода фаза должна быть полная. Потому что это период повторения одноименных фаз. Но в данном случае фаза полной Луны. Поэтому Земля должна еще немножко сместиться в течение двух дней. Так. Так. Чтобы у вас фаза оказалась полной. И вы чувствуете, что синодический период повторения фазы полной Луны и сидерический период не совпадают. Надо дополнительные два с лишним дня, чтобы появилась фаза. Это будет равняться 29,5. Так что все понятно. Следующий очень интересный вопрос. Луна – самый близкий объект. И Луна – это хороший пример для небесных механиков. Они на примере Луны, которую исследовать можно детально, выявляют очень много тонких эффектов, которые не могут выявить, ну скажем, при изучении далеких планет. Так вот, эти эффекты, прежде всего, эффекты связаны с возмущениями. Я вам напоминаю, на прошлой лекции мы давали параметры орбит планет, но в данном случае для Луны. Какие параметры? Угол наклона орбиты к плоскости эклиптики и дальше. Ориентация этой плоскости определяется положением вот этой линии, это линия узлов. Так располагается ли, так располагается. Это долгота узла. Дальше положение планеты мы даем для точки перигелия. Это вот этот угол между направлением узла и направлением на перигелии. Ну и так далее, и так далее. Что происходит с Луной? Некоторые эффекты проявляются для обращения спутников у других планет. Но давайте будем говорить о Луне. Оказывается, возмущение в движении Луны, вызванное, скажем, другими планетами, другими землей, так, приводит к тому, что вот эта орбита, вот эта орбита, она меняет со временем свое положение. А именно, линия узлов, вот я говорил, что она всегда зафиксирована, а на самом деле линия узлов вот так двигается. Луна у меня на этой картинке двигается вот так, против часовой стрелки. А линия узлов двигается навстречу. И через какой-то промежуток времени, так, линия узлов займет свое положение. Этот промежуток времени 6793, большой промежуток, или 18 лет и 7 десятых, так. Кстати, эта цифра у нас появлялась в 18,6 года. Не помните, в связи с чем? Это связано, я про затмение еще ничего не говорил, так. Ну, позабыли, ребят. Но мы рассматривали нутацию, помните? Так. Это небольшой эллипс. Вот у нас ось вращается по конусу. А этот конус еще вот так, не конус, а эта линия дребезжит. И вот появляется эллипс нутационный. У него период 18,6 года, это вот как раз вот этот период, связан с тем, что линия узлов меняет свое положение. И это еще не все. Еще, оказывается, под влиянием возмущений, вот эта линия меняет свое положение, так. А это определяется долготой перигелия, так, омега. Причем вот эта линия смещается вот таким образом по ходу движения Луны. Здесь вот эта линия смещается навстречу движения Луны. Луна двигается вот так. А эта линия по ходу. И потом, через некоторое время, эта линия занимает свое положение. И этот период 3232 суток. Или примерно 9 лет. Вот у вас еще один период появился. Ну, здесь вот я задачку опять формулирую для вас. Ну, сейчас я ее для одного случая решу. У нас появились два новых периода. Тем трем, которые у нас были. Это так называемый период возвращения Луны в свой узел. То есть, Луна вращается, так. Но узел-то вот этой линией смещается, так. Поэтому надо определить этот период. Этот период называется драконическим. Вот такое странное слово. Это связано с солнечным затмением. Так, а у китайцев солнечное затмение – это поглощение Солнца драконом. Поэтому как-то исторически это стало называться драконическим периодом. Итак, период возвращения Луны в свой узел. Опять-таки цифра другая. 27 и 21 сотый суток. Так. Наконец, аномалистический период. Период возвращения Луны в точку перигея. Вот в эту точку. В эту точку. А эта точка, вот эта же линия у меня вот так двигается. Так. И Луна должна догнать. Пока она двигается вот от этого положения до этого, перигея уже сместится. И Луна должна некоторое время затратить, чтобы догнать эту точку. Этот период равняется почти 9 лет. Так. Так, прошу прощения. Этот период равняется 27,55. Опять-таки не синодический, не сидерический период, а какая-то своя цифра. Ну вот я здесь вам задачку на предыдущем слайсе сформулировал. Вот давайте сделаем так. Вычислим аномалистический период. Так. Луны. Но делается чревречайно примитивно. Но тем не менее, все-таки я не обижаю вас, скажу. Что такое 360, деленное на 27,32? Это дуга, проходимая Луною, раз она двигается с периодом 27,32, за сутки. Итак, 13 градусов с небольшим. 360 градусов делю на 3232. Это вот этот период. Так. Вот он. Это когда, с какой скоростью, сколько градусов в сутки пробегает вот эта линия, линия направления на Пиригей. Значит, Пиригей двигается со скоростью, ну если вы поделите, я надеюсь, что я здесь не ошибся, еще математику помню, 0,11 в сутки, градусов в сутки. Так, хорошо. Значит, если Пиригей двигается вот со скоростью 0 градусов и 0,11 в сутки, то за синодический период, так, Луна пройдет угол 3 градуса и 0,01. Да? Так. Сколько времени ей нужно, чтобы вот эту дугу пройти и догнать Пиригей? Надо 3 градуса 0,01 делить на скорость, это получается 0,23. Но поскольку у нас Пиригей и Луна двигаются в одну и ту же сторону, так, то период, конечно, будет больше. Я должен прибавить вот эту 0,23 к 27,32. Получается 27,55. Вот эта цифра. Если вы возьмете драконический период, там наоборот, линия узлов двигается навстречу. Если вы такие расчеты проведете, то вы должны здесь минус поставить, и получится у вас 27,21. Хорошо. Образование Луны. Вопрос чевречайно интересный. Так. Существовало и существует вообще-то на равных правах, но приоритет отдан одной гипотезе. Значит, Луна образовалась. Давайте, у меня времени нет, я чувствую. Я тогда быстренько. Первая гипотеза, что молодая Земля вращалась с громадной скоростью, еще не сформировалась, как твердое тело, вращалась с большой скоростью, ну и в экваториальной части отделилось вещество, так, удалилась и образовалась Луна. Ну, вроде бы очень интересная гипотеза, но она не соответствует ряду наблюдательных данных. Ну, во-первых, скорость вращения Земли должна быть чудовищно большая, чтобы было выброшено на экваторе вещество. Никаких свидетельств вот такого явления в прошлом нет, так, и поэтому эта гипотеза, в общем-то, она, конечно, существует, но ее придерживается минимальное число астрономов. Следующая гипотеза. Луна и Земля образовались независимо. Так, вот когда была молодая Земля, было много вот этих мельчайших частиц, так, из которых Земля образовалась, но почему бы не образоваться и близкому телу Луне, так. И вот в результате того, что вот эти многочисленные тела, ну пусть это будут астероиды в кавычках, так, или протообъекты, так, у вас в результате образуется Луна. Ну, смотрите, если Земля образовалась из этого вещества, да, ну из облака какого-то, да, и Луна образовалась, то вещество одно и то же, химсостав Земли и химсостав Луны должны быть идентичными. Они же из одного и того же, из одних и тех же объектов образовались, а химсостав Луны и химсостав Земли различаются, причем сильно. Так что эта гипотеза тоже получила наименьшее признание. Следующая гипотеза. Луна образовалась где-то далеко, так, Земля как более массивная. Все эти тела двигаются в пространстве, и может случиться, что Луна приблизилась случайно достаточно близко к Луне. Луна как бы взяла, простите, Земля как бы взяла в плен Луну, заставила ее вращаться по замкнутой орбите. Это теория захвата Луны с Землей. Тоже гипотеза не очень состоятельная. Так, вероятность захвата очень мала. Это математики, механики, показания. Торможение Луны, чтобы она была захвачена. Тоже непонятно, по каким причинам. Какое тело заставило. Ну и не объясняет содержание некоторых элементов Луны и Земли. Ну и, наконец, последнее. Ударное происходение Луны. Вот самые последние исследования говорят о том, что эта гипотеза, в общем-то, более предпочтительна, и большинство специалистов придерживаются этой гипотезы, что Луна имеет ударное происхождение. Считалось и считается, что в свое время существовал объект, планета, будем говорить, размером почти с Марс. Назвали эту планету, кто-то фаэтоном неправильно называет, но на миновании этого ударной планеты Тея. И вот была такая гипотеза, что Тея, проходя, столкнулась с Землей. Из получившегося выброса из самой Теи, в конце концов, образовалась Луна. Эта гипотеза объясняет многие вещи. Почему Луна состоит из скальных пород? Ну, потому что верхняя оболочка Земли была нарушена и оторвана. Так. Объясняет, почему химический состав одинаков для Земли и Луны. Так. Столкновения были многочисленны, действительно, когда вся наша солнечная система была в молодом возрасте. И самое главное, она подтверждается хорошо компьютерным моделированием. Вот я вам сейчас попытаюсь показать фильм. Так. Он красивый по себе, но большого содержания. Так. Не имеет. Так. Ага. А, нет, есть. Вот фильм. Так. Пять минут он длится. Ну, давайте посмотрим все-таки. Так. Фильм зарубежный, но здесь перевод имеется. Луна родилась так же, как и Земля, 4,5 миллиарда лет назад. Ну, точнее, согласно этой гипотезе, так, ударного происхождения, Луна родилась позднее, примерно 60 миллионов лет позднее, чем Земля. Ну, давайте посмотрим фильм. Так. В дальних рядах видно, нет? Земля была бойным миром. Ну, я говорил, уже молодая Земля. Там были вулканические явления, вот сверхвулканы. Так же и на Луне появятся такие же вулканы, когда она будет молодой. Так, здесь звука нет, звука нет здесь. Так. Ну, многочисленные астероиды, вот эти вещества, из которых образовались планеты, в частности, Луна, бомбардировали эти уже образованные объекты, в частности, и Землю. Я уже говорил, есть такие кратеры. И Луну. Так. Ну, никакой речи о жизни, конечно, в этот период нельзя вести. Жизнь существенно, там, порядка 10 тысяч лет тому назад, даже больше образовалась. Ну, здесь показаны, вот, результаты падения на поверхность Луны, ну, аналогичные на поверхность Земли. Так. И сейчас, наверное, покажут фильм столкновений Теи с Землей. Теи, как я сказал, имела примерно размер, как Марс. Ну, согласно расчетам. Затем одна из планет, Тея, сталкивается с Землей. Сейчас покажем изображение. Вот Тея. Вот Земля, видите, здесь еще вулканические проявления, так же, как и на Луне потом появятся. Вот происходит Тея, тоже достаточно молодая планета, они все почти что в одно и то же время образовались, тоже есть вулканические всякие явления. И вот происходит столкновение, так, выброс вещества. Это вещество первоначально, в результате вращения, образует диск. Вот виден диск, так. Земля выжила, так. Она по массе больше, чем все-таки. Ну, а Тея была разбомблена, разбросана, из которой образовалась. Из последствий столкновения родилась Луна. Вот, показываем потихонечку. Вот это выброшенное вещество сверху на 19 часов. Вот оно вращается. Так, приобрело орбитальную скорость, потому что было столкновение. Ну, и в конце концов мы имеем молодую Землю и молодую Луну. Вот такой фильм связанный. Так, хорошо. С Луной понятно. Так, ну, я уже говорил, что после долгого молчания примерно 40 лет ученые, астрономы, ни в Советском Союзе, ни в России, ни в Америке не проявляли интерес к Луне. Так, и за последние годы появился всплеск. Причин много, я сейчас укажу. Так, большую активность проявляют китайцы, так, японцы. И интерес появился у России и у американцев. Были составлены программы. Вот у нас в августе была конференция под названием Луна, астрономическое наследие, где как раз излагалась программа исследования Луны нашими российскими учеными до 2025 года. Так, ну что в самые последние годы? Космический корабль Чанье. Вот почему-то здесь ставится в литературе твердый знак, я не могу понять. Но все-таки мягкий знак. Чанье-2. Совсем недавно, в 2010 году. Подготовка места посадки на Луне другого спутника. Американцы запустили спутник Gravity Recovery Interior Laboratory. Значит, определение гравитации и внутреннего строения. 10 сентября 2011 года. Гравитационное поле и внутреннее строение Луны. Луна, так, эксплорер, исследователь лунной атмосферы и наличие пыли. В 2013 году зарубежные коллеги запустили. Чанье-3. Они посадили, китайцы посадили первый китайский луноход с первым телескопом. Так, Чанье-5. И одновременно Манфред Memorial Moon Mission. Ну, в честь одного известного ученого. Это частный проект. В 2014 году. Что планируют? Японцы планируют посадить аппарат в 2018 году. Наши планируют в интервале 2018-2020 год посадить аппарат. Вот такие планы у исследователей. Ну, а зачем, собственно, нужна Луна-то? Ну, вроде бы о Луне мы теперь все знаем. Ну, не все знаем, но, во всяком случае, то, что нас интересовало, ученые получили. О строении Луны, о всех явлениях, связанных с Луной. Ну, зачем тратить большие средства, чтобы продолжать эти исследования? Причины две. Это связано с самыми последними открытиями. Первая причина. На Луне обнаружен гелий-3. Гелий-3 – это изотоп гелия. Так, вот он показан. Два протона, нейтрон и два электрончика. Это изотоп гелия. Третий. Конечно, его не очень много. На Луне. Но, тем не менее, если собрать предполагаемое количество гелия, то это будет десятки тонн. И вот здесь я красным шрифтом показываю, что 20 тонн лунного гелия-3 обеспечил бы энергию всех жителей Земли на целый год. Дело в том, что с участием гелия-3 имеется реакция с выделением энергии. Когда участвует гелий-3, изотоп гелия, и изотоп водороды, дейтерии. Вот они взаимодействуют и образуют обычный атом гелия и плюс протон. Ну, это своего рода ядерная реакция. Мы ядерную реакцию будем рассматривать, но не эту реакцию будем рассматривать, а так называемый протонно-протонный цикл, когда два протона сталкиваются. А здесь сталкиваются гелий-3 и эдетерий. То есть, есть надежда, если мы привезем, скажем, вот этот гелий-3 с Луны, или даже если хотите на поверхности Луны создать какую-то энергоустановку, все возможности есть. Это первое свидетельство о необходимости исследования. Следующее свидетельство. Наличие богатых ископаемых. Так, очень много железа, очень много редкоземельных элементов, калий, фосфор. Многие из этих элементов недостаточно большому количеству на Земле. Кальций, алюминий, титан и так далее, и так далее. Причем многие элементы находятся в неискаженном виде. То есть, если железо есть, оно подвержено на Земле ржавчине, потому что есть кислород, вода. На Луне кислорода и воды нет, а если есть, то в минимальном количестве. Поэтому эти элементы в чистом виде имеются. И получить эти элементы для разных практических задач, это чрезвычайно важно. То есть, Луна богата полезными ископаемыми. Это второй. И, наконец, на Луне есть вода. Вас это не удивляет, но источником жизни, ну, во всяком случае, основанной на углероде, обязательно нужен растворитель. Вот на Земле много было воды, растворителей есть. Я не буду объяснять вам все тонкости образования жизни, но во всяком случае, наличие воды это явный признак того, что можно использовать эту воду для всевозможных практических целей на поверхности Луны. Как убедились совсем недавно, это буквально в последние годы, что на Луне есть вода. Если есть вода, ну, она, конечно, в твердом виде, если температура там минус 233 градуса, в твердом виде, и она, если есть, сохранилась на дне кратеров. Так? То есть, внутри кратера должна такая шапочка быть, состоящая из твердой воды. Но эта вода, если попадает Солнце в этот кратер, будет испаряться. Тогда решили провести такой эксперимент. Взять кратер, так, на полюсе. А когда у вас кратер на полюсе, у вас лучи Солнца идут покасательные и не могут попасть на дно кратера. Понятно, да? Я объясняю. Так? Так вот, провели такой эксперимент. Выбрали такой кратер на полюсе. Так? С помощью космического корабля сбросили в этот кратер болванку. Так, ну, я так выражаюсь, болванку, ну, что-то такое. Эта болванка ударилась об одно кратера, где предполагалось, что есть твердая вода. Все это, конечно, поднялось. Все эти последствия вот такого столкновения были сразу же пойманы прибором и проанализировали, обнаружили, что вот в этом веществе, которое поднялось вот в первый момент, так, и достигло космического корабля, так, содержит воду. Вот, кстати, последствия. Вот один из кратеров, где был, ну, это не та картинка, но не важно, так? Вот последствия взрыва. Вот такая бомбардировка состоялась совсем недавно, в 2009 году. Так? В поверхность земного спутника врезалась в верхние ступени ракеты-носителя Атлас-5. Ну, и потом, врезалась на вес, поверхность поднялась пылью, фрагменты грунта, которые были захвачены. То, что вода имеет очень большое значение, я уже говорил, так, а вода это H2O, там есть водород, а если воду расщепить, мы можем получить водород, так, который используется в термоядерных реакциях. То есть на Луне можно воспроизвести какую-то энергетическую установку, если мы будем колонизировать Луну со временем, то у нас есть горючий материал, электростанции на Луне. Луна освещается полностью Солнцем, никакой атмосферы нет. Поэтому есть такая фантастическая гипотеза, но вы знаете, любая фантастическая гипотеза в наше время, через десяток лет, уже реализуется, превращается в практику. Ну такая гипотеза. Вообще обложить поверхность Луны, освещаемую Солнцем, или вообще всю поверхность, так, солнечными батареями. Ну такие солнечные батареи у нас и есть, конечно, в России, но падает энергия от Солнца меньше, так, поскольку поглощается в атмосфере, там и так далее, и так далее. И если вот уложить такие солнечные батареи, которые будут вырабатывать энергию, то задача заключается, как передать эту энергию на Землю. Такие средства есть с помощью лазеров. Фантастика, но об этом ученые думают очень-очень серьезно. И самый такой грандиозный проект, он потихонечку продвигается, это будущий проект Луна Гайя. Так, это проект создания базы на поверхности Луны. Зачем нужна нам база? Ну, конечно, для постоянного исследования Луны, это понятно, но еще с Луны можно стартовать поле тяготения Луны меньше, чем поле тяготения Земли. Можно стартовать для исследования других планет. Поэтому сейчас думают о создании такой базы, вот проект Луна Гайя есть, практически все страны, ну, достигшие определенного научного уровня, участвуют. Значит, там предполагается послать команду из 19 астронавтов, которые будут жить в полной изоляции в течение трех лет. Так. Они будут использовать зеленые водоросли для получения переработки углекислого газа, так, и снабжать кислородом, и так далее, так далее. Сами выращивают необходимые продукты. В общем, это фантастика, еще раз говорю, но помечтать всегда не грешно. Ну, вот, например, проект, смотрите, здесь что. Вот солнечная батарея, пожалуйста, для выработки энергии. Так. Вот установка для получения гелий-3, который сосредоточен в коре. Так. Вот вопрос о доставке гелий-3 на Землю. Так. Ну, здесь вот жилой модуль. Вот такая интересная задача у нас стоит. И, пожалуйста, не улыбайтесь, думайте, что это фантастика. На самом деле над этим проектом уже много лет занимаются. Частично определенные шаги этого проекта реализованы. Так. Так. Луна будет колонизирована. Ну, прогнозы такие не раньше, чем через 30 лет. То есть через 30 лет возможно там будет база. Ну, у меня сколько времени осталось? 7 минут. А? 7 минут. 7 минут. Ну, я фактически тот материал, который вам должен быть до 10, я изложил, но решил, что вы уже устаете к концу лекции, привести ряд интересных фактов это не относится к нашему курсу, так, но для вас это, в общем, будет достаточно интересно. Я отобрал только 10 фактов, хотя таких фактов чрезвычайно много. Так, во-первых, на Луне установлена небольшая алюминиевая статуя, посвященная всем погибшим космонавтам. Это сделали американцы. Вот она выглядит таким образом. вот перечень космонавтов и советских, и американских, так, которые погибли при освоении Луны, ну, вообще при освоении космоса. Вот такая табличка на Луне есть. Это полезно знать. В 1969 году на Луне побывал советский флаг, я об этом говорил, так, но не только советский, ряд других стран, так, туда его доставил космонавт Нил Армсен, который первый вышел на Луну. Ну, я уже говорил, что сейчас этот флаг вернулся, ну, не сейчас, а в 1969 году вернулся, и он находится в музее. Вот интересное такое сведение. В 1979 году 13 государств договорились о том, что небесное светило не может быть объявлен чьей-либо собственностью и использован в военных целях. Вот здесь интересны позиции стран, которые активно исследуют Луну. При этом ни одна страна, которая ратифицировала этот договор, не обладала достаточным ресурсом для исследования эконализации спутника планеты Земля. Ну, им легко так утверждать, поскольку они никогда космическую программу с освоением Луны не осуществят. и поэтому естественно, что Китай, Россия и США не подписали этот договор, потому что они планируют исследовать Луну, так, и, возможно, встанет вопрос там, территориальные принадлежности и так далее, и так далее. Это тоже интересный факт, который вы должны знать. На Луне были не только люди, но и животные. Ну, в 68-м году советские ученые отправили несколько черепах, которые они нашли в Средней Азии, есть такой род черепах, дрозофилы, хрущики, извините, не знаю, что это такое, злаковые растения, водоросли, так, все это успешно облетело Луну, вернулось на Землю, и ни одно живое существо не пострадало. Американцы еще тоже сделали эксперимент. Они взяли зерна деревьев или роски деревьев, так, после того, как вернулись астронавты, они эти роски посадили, и сейчас в определенном месте эти деревья произросли, так, ничего не случилось с ними во время полета, и так далее, и так далее. Небесное светило постоянно уменьшается, а через миллионы, миллиарды лет оно вообще исчезнет. Я уже говорил, что Луна имеет очень маленькое ядро, так, постепенно это ядро остывает, Луна сжимается, сжимается, и размер Луны будет со временем очень маленький. Так, тоже, вот, у астрономов это очень принято, так, чепствовать своих известных ученых, ну, всевозможными способами. один, один таких способов такой был. Луна служит местом последнего пристанища известного американского ученого от жены Шумейкера. Я вам говорил на проще лекции о Шумейкере. Шумейкере, муж и жена, которые открыли планету, названную, простите, комету, названную Шумейкеру Леви, которая упала на поверхность Юпитера. Помните, да, было? Вот в честь этого ученого он был известен не только открытием этой кометы и другими, так, когда умер, так, он завещал свой прах поместить на поверхность Луны. И вот теперь около Луны этот прах был разбросан, так, имеется и капсула, хранящая прах этого удающего человека на поверхности Луны. Ну, я уже говорил, что Луна все больше отдаляется от Земли. Сперва Луна находилась всего на расстоянии 22 тысячи километров, вот после удара отстания и образования Луны, а сейчас она уже на расстоянии 400 тысяч. И так потихонечку она удаляется, удаляется и вообще покинет поле тяготения на Земле. Ну, один лунный день равняется 29 с половиной дням на Земле, это понятно, так, на Луне 29 с половиной земных суток, так, Луна отдаляется по 4 сантиметра в год, я уже говорил, вот здесь выше, так, во время Холодной войны США всерьез рассматривали сброс атомной бомбы на Луну, то есть они хотели показать, тогда Холодная война была, показать свое военное превосходство, но, похоже, разум возобладал и такую операцию они не проводили. На этом я заканчиваю, следующее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok